Добрый день дорогие друзья! Канал ТОПСАТ. У нас начало серьезных подготовок для стабильного урожая. Опрыскивание деревьев с помощью вот такого ранцевого мощного насоса. Мы используем медный купорос 50 мл, липосам 10 мл на 10 л воды и карбамид. Карбамид помогает подкармливать растения, дает почкам все-таки немножко задержаться чуть-чуть в развитии. В то же время подкармливает сами почки. А бордовская, не бордовская жутка, а медный купорос убивает всех вредителей, которые находятся у нас на ветках. Это и личинки тли, долгоносики, листовертки и прочие твари, которые совершенно нам не в паре. Поэтому опрыскивание сада, особенно косточки, крайне необходимо. И медно содержащие препараты сейчас крайне важно. Но липосам сам по себе уникальная штука, я уже вам говорил. Это позволяет даже эффективно действовать нашим препаратам, не снимывать их. Он системного типа влезается, входит внутрь коры растения и остается там, просят прилипать. И, собственно, обеспечивает долгосрочную работу нашего препарата. Ранцевый опрыскиватель мощный. Ранцевые советы вам приобрести, потому что это единственный аппарат, который настоящим создает мощную турбуленцию. И вот такие громадные деревья, 6-8 метровые, которые я буду сейчас подрезать, расскажу чуть попозже. А мы превращаем постепенно в кусты, в кустообразные. Но надо профукать, продуть всю крону доверху. Не ставить ни одного места ни для вишень, ни для любого растения. В частности, вот видите, вишня уже пошла. Сейчас покажу вам абрикос. Он совсем уже готов к цветению. А нам не нужно все-таки достаточно холодные ночи. Посмотрим, что с абрикосом. Вот видите, абрикос практически вот-вот зацветет. Вот-вот. Начинается уже бурное, активное произрастание цветущих почек. И очень хочется, чтобы это попало это время на заморозки. Он привит у меня на сливу. Тут очень много различных слив и сортов абрикоса. В общем-то, мы прививаем постоянно. Смотрите на нашем канале новые Z-образные прививки. Экспресс-метод выращивания косточковых. Видите, груша уже готова. Сегодня 10 апреля. Груша готова для распускания. Сейчас как раз самый момент, когда микроорганизмы и насекомые влезают сюда вот, в эти почки, и начинают творить, откладывать яйца, и мы теряем урожай. Чтобы этого не произошло, надо обязательно сейчас обработать железным, омедным купоросом и карбамидом для подкормки и для профилактики. А вот, видите, у нас привитые на вишню черешня. Прекрасно, видите, просто полно цветущих почек. И вот она у нас привитая. А здесь, видите, это ствол разрезанный этой вишней. Мы его разрезаем ножиком, чтобы кора у нас раздвинулась, и толщина ствола черешни совпала со стволом. Вернее, вишня тоже стала такой же. Не было бы на тонком толстой, и не отломилась бы черешня. Чего нам не хотелось. Прививка черешень на вишню. Очень простой, удобный, главное, весьма эффективный способ. Видите, какой изобилие черешни. В принципе, у нас сейчас черешня есть до 18 грамм. Потрясающий результат. Посмотрите старое видео, а в новых видео, если, да бог, у нас все сложится, и коронавирус мы победим, а мы его победим, то у нас с вами будет прекрасный урожай. Чего вам желаю. Но сейчас посмотрим, как работает самоаппарат и опрыскиватель. Крайний рекомендую вам использовать ранцевый. Не используйте эти медленные, маленькие, помповые опрыскиватели, которые на самом деле ничего не дают. Делают только вид, что опрыскивает. Нужно обязательно, чтобы жидкость ваша, химия, вся эта легла на все стороны. То есть смачиваемость растений была стопроцентная, а не только фронтальная. Ну, так вот, мы жидкость карбамид мы завели. Сейчас добавим медный купорос. Включим наш агрегат. У него, по-моему, 10 лошадиных сил. Я прошу прощения, я не могу одновременно использовать опрыскиватель и снимать. И поэтому, поверьте мне на слово, эта штука работает у нас уже больше пяти лет. Честно говоря, вложенные деньги окупились сторицей. Подписывайтесь на канал ТОПСАД. Мы будем рады с новым друзьям. А старым большой привет, респект и уважуха. Мы всегда готовы открыть новые возможности, новые технологии в саду и огороде нашего с вами будущего. Удачи на даче. Вот для нас всех наша задача.